Есть такое шуточное мнение, что на всех памятниках военной техники, установленных в России, можно выиграть войну. В Славянском районе, ко всем известной артиллерийской пушке, с недавнего времени добавился и еще один экземпляр военной техники. О месте его расположения и особенностях мы сейчас и расскажем. По улице Красной у контрольно-пропускного пункта воинской части с недавнего времени на постаменте была установлена боевая машина. Ее можно назвать новой достопримечательностью города и олицетворением рода ремонтных войск, размещенных у нас. Идейным вдохновителем являлся командир нашей воинской части. Непосредственно также все вопросы были согласованы с командованием округа нашего южного военного. Данная ремонтная машина гусеничная предназначена была для ремонта в полевых условиях подразделения мотострелковых, оказания технической разведки и помощи подразделения мотострелковых. Непосредственно этот экземпляр выполнял задачи в подразделениях морской пехоты. Если говорить о названии, то это РМГ «Десна» – ремонтная машина гусеничная, созданная на базе БМП в 90-х годах. Она находится в практически полной готовности к работе. Если завтра потребуется в строй, после небольшого техобслуживания она с легкостью выполнит задачу. Экипаж такой машины – пять человек. Она оборудована автоматизированной платформой грузоподъемностью полторы тонны. Оснащена всем инструментом, необходимым для ремонта техники в полевых условиях. При этом руководство части говорит об уникальности данной модели. Уникальность ее в том, что было выпущено ограниченное количество экземпляров, очень мало, буквально даже в пределах 10 единиц. Уникально в том, что данный экземпляр выполнен на базе боевой машины пехоты БМП-1. На ней смонтированы все узлы и агрегаты, которые обеспечивают ремонт в полевых условиях БМП, машин пехоты и танков. Прикоснуться к этой части военной истории нашей страны может каждый. Но военные предупреждают, что забираться на машину запрещено, так как это небезопасно. Но использовать ее как фонд для съемок вполне возможно. Дойти сфотографироваться против никто не будет, тем более он для этого и здесь предназначен. Славянская воинская часть всегда принимала самое активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, приглашая школьников, студентов на экскурсии. Сейчас, для того, чтобы сделать эту работу более интересной, для ребят в части ведется подготовка музея военной техники под открытым небом. В рамках военно-патриотической акции, которая существует во всех вооруженных силах под названием «Патриот», создаются вот такие музейные образования под открытым небом. Ну и в том числе и наша воинская часть по решению командования создается сейчас пока на стадии создания. Здесь представлена в основном автомобильная техника, как времен Великой Отечественной войны, так и послевоенные годы, где-то до 70-х годов. Здесь, по сути, собрана вся история страны 20-го века. От всем знакомых полуторок, возивших грузы по дороге жизни в блокадный Ленинград, до амфибий, предназначенных для эвакуации раненых, которые использовали десантники. На этом руководство части останавливаться не собирается. В планах полное обустройство музея и установка при въезде компаньона для РМГ. Предполагается, что соседнее почётное место займёт БТС – бронированный тягач «Средний», находящийся сейчас на техническом обслуживании. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова